Всем привет! Есть такие породы лягушек, жаб, которые надувают шейный карман. И они выглядят больше. И некоторые животные, в основном это направлено на змей, они видят, они боятся. Или же есть те, которые змеи, которые видят размер жертвы, понимают, что они ее проглотить не смогут. И они, значит, не нападают на таких лягушек, на таких жаб. Это как бы вот так, мелко в животном мире. И существует еще много всяческих уловок у животных. В человеческом мире, чтобы показать, что вы сильный и то самое крутой, ну, значит, там у нас есть... Показывали мышцы, потом, значит, холодно, ходят в шубах, носят пистолет. Ну, а на уровне стороны показывают парады. Когда гонят кучу оружия по улицам, показывают, вот мы крутые, мы сильные. Значит, это, конечно, все хорошо. Это когда-то работало, это имело смысл. Ну, поскольку, ну, другого способа показать свою мощь не было. Да, ну, можно, конечно же, начать с кем-нибудь войну, там, пострелять, например, в Сирии, да, доказать, что мы сильные. Но, если, как бы, раз в неделю падает самолет, это особо не получается. Поэтому мы, значит, устраиваем парады. Значит, технически войны уже себя не оправдывают. Первая мировая война доказала, что войны невыгодны. Да, то есть сделали математику, сказали, столько-то человек погибло, мы, ни одна сторона ничего не добилась. Но, как бы, никто не учится на старых ошибках, на чужих ошибках, на своих ошибках. И была еще одна война, еще одна война, еще одна война. И во всех этих войнах доказывается раз за разом, что они неприбыльны. Само собой, кто-то на войнах всегда зарабатывает. Но это обычно индивидуальные компании или индивидуальные личности. Простые люди только страдают. Только страдают. Теперь те, кто думают наперед, делают математику, они отходят от войн. Они таки, да, продолжают, страны продолжают делать оружие, но они это делают ради защиты, не ради нападения. Потому что нападать невыгодно. Объясню почему. Допустим, у вас есть какой-то ресурс. Неважно, какой ресурс. У вас есть золото. У меня золота нет. Я хочу ваше золото. Теперь, у меня нет опыта работы золота. У меня нет технологии его добывать. Я могу прийти на землю, стрелять, поубивать всех. И у меня теперь есть золото. Но мне нужно вложить деньги в инфраструктуру. Мне нужно его добывать. Мне нужно его вести к себе. Это деньги. Это время. Значит, в процессе того, что я буду приходить к вам с войной, вы тоже будете защищаться. То есть, идет потеря моего времени. Есть шанс, что я пострадаю. Или пострадают мои люди. Теперь, как бы, вот это вся... Ну, я могу развивать эту теорию и ввести много всяческих параметров, которые показывают, что завоевать чужой ресурс очень-очень невыгодно. Это делают, там, дети до 4 лет в песочнице. Дал в тыкву кому-то, забрал игрушку. Но если вы уже повзрослее, и вы общаетесь между странами, между корпорациями, вы договариваетесь о купле-продаже. У вас есть ресурс. Вы мне будете его поставлять по розничной цене. Я его буду сбывать в других странах. Я ничего не произвел. Я передаю с одной стороны в другую. У меня есть мои покупатели. У меня есть люди, с которыми я разговариваю на одном языке. Я знаю их манеры. У меня здесь есть каналы распродажи. Все выигрывают, все зарабатывают без риска для здоровья. То есть, процесс идет, и таким образом делаются деньги. Такие, забрать, напасть, своровать, в конце концов, не работает. То есть, вы должны быть делать такую-то хитрую аферу, чтобы война или что-то вроде войны вам принесло какую-то прибыль, что на данный момент ни одна цивилизованная страна этого не делает. Но парады продолжаются в странах, которые еще не преуспели или не хотят преуспевать. У нас есть Северная Корея, у нас есть Китай, у нас есть Россия. Это, по большому счету, все страны, которые делают военные парады. В Бразилии есть карнавал, в Европе есть еще какие-нибудь праздники, парады Санта-Клаусов и т.д. Туда съезжаются миллионы людей и туристов посмотреть на то самое, на новшество, на красоты. Здесь танки, выхлопные газы, миллиарды рублей потрачены на показуху. Причем оно как бы не работает на западный мир. Да, они посмотрели, конечно же, но, само собой, технологии уже доведены космически. Они знают, сколько танков есть в России, какие танки есть. То есть, ну, мы не будем входить в глубину всех хитростей и уловок взлома чужих компьютеров, но, учитывая, что вся технология, которая производится в России, делается на американском оборудовании, на американских компьютерах, на американских операционных системах, на американских программах, то плюс-минус народ знает, что происходит. Я уже не говорю о шпионах и дебилах, которые работают на военных предприятиях и выкладывают фотографии ВКонтакте. За этим всем следят. За этим всем-всем следят. Так, я просто разговаривал с одним человеком, он говорит, есть такая NSA, да? Вот, значит, NSA собирает ежедневно каждую, каждую распечатанную бумажку. Если что-то пошло в массовую печать, рекламка, блог, газета, журнал, неважно где в мире, у них есть копия этого всего, да? Я уже не говорю про то, что у них есть копия интернета целиком. Ну, как бы они анализируют информацию, это у них такая привычка. То есть, за этим всем следят. Знают, сколько и чего. Теперь Россия надувает, как бы, как лягушка свое горло, показать, что она больше, да? Но простой западный аналитик смотрит, окей, у вас есть парад, и у вас есть 200 банков, которые за последний год потеряли лицензии. Это значит, что у вас проблем сколько угодно. То есть, все, что вы можете, это как бы выпендриваться. Но, если есть тенденция, нет, просто выпендриваться, что мы будем делать? Мы будем защищаться. Что происходит? НАТО расширяется. НАТО не расширяется, чтобы нападать. Если кто-то помнит и следит за новостями, вот. НАТО хотели вообще закрыть. Ну, как бы уже начали, страны говорили, это слишком, это лишнее. Сегодняшнее, вот это не те деньги, которые нужны, благодаря товарищу Путину и его политике, вот. Он сделал для силы и укрепления НАТО больше, чем кто-либо на земле когда-либо вообще, да? То есть, Гитлер столько не сделал, сколько сделал товарищ Путин, чтобы создать этот блок. В ближайшее время у нас идет разговор о всех странах, которые граничат с Россией, всех не считая Китая. Кто-то забыл, но, как бы, при НАТО были российские, это самое, как там, посланники, да? Которые, в принципе, знали все, что происходит в НАТО. То есть, на высоких кругах все знают, что там происходит, почему и как. И что НАТО никуда или никак не угрожало, это, как бы, известный факт, да? Оно, вся система построена для защиты. И теперь Россия, которая единственная во всем, за все это время выпендривается, что мы можем всех врать деактивный пепел. Как вы думаете, какой-то стране есть желание рисковать? Нет. Народ выбросит с удовольствием пару миллионов долларов, может быть, даже пару миллиардов из своего бюджета, чтобы спать спокойнее. Вот. Строятся заборы вдоль всей северной границы. Польша, Украина. Все страны защищаются от России. Никто не хочет нападать. Нафиг. Это, кстати, тоже очень хороший и очень важный нюанс. На Россию никто не хочет нападать. Никакого уровня стратегического плана, масштаба нет. Объясню почему. Значит, что по большому счету в России есть? Территория. Это, она копеечная. Да, мы знаем, что Китай ее покупает за копейки. И если экономическое положение будет хуже, и другим дадут покупать. Это как бы нет проблем. Или же Китай будет покупать за свои копейки и перепродавать другим странам или арендовать. Это, как бы, не вопрос. Территории достаточно. Есть нефть, газ. Это, конечно, все хорошо. Единственный плюс российского нефти и газа, что они прямиком подключены к трубам, которые уже существуют. Но, есть еще с десяток стран, которые производят и нефть и газ. И без российской подачи мир свободнейше справится. Значит, мы долго кричали там в прошлом, в позапрошлых годах, что мы, как бы, Искандеры ничего не боятся. И смеются. Проблема в том, что Искандер на хлеб не намажешь. А танкеры с газом плывут из Катара в Европу, из Америки плавают, да, из Канады. Все это оформляется. Значит, вот эта лягушка, которая сидит и пугает всех своим страшным видом, надоели. Все змеи, все твари, все, кто боялись, не боялись, уходят. Никто не хочет и никто не будет играться с агрессором, да. Так вот, ресурсы, которые есть у России, которыми она, как бы, выпендривается, что нас не заменить. Все это можно заменить. Нападать и получать российский газ и нефть нафиг не надо. По одной простой причине. Его, опять же, надо добывать. С того, с чего я начал, да. Теперь, среднестатистический американец не поедет работать куда-нибудь в Сибирь на добычу, да. Он будет работать у себя, смотреть телевизор, на котором есть 5000 каналов, у которого ровная дорога, у него машина, туалет, мясо и горячее питание 14 раз в день. Он не поедет хрен знает куда, это самое, прокладывать. Это время закончилось. Для тех, кто не знает, примерно 100 лет тому назад, когда товарищ Сталин за золотые запасы, значит, завозил, по определенным данным, до 300 тысяч американских рабочих, когда в Америке была ресессия, да, когда было совсем все плохо. Более 300 тысяч американцев приехали хоть за каким-то заработком. Когда они приехали сюда, основная жалоба была, ребята, а что жрать, да. И когда коммуняки тогда говорили, ребята, ну вы же получаете порцию мяса в день, как бы, да, это лучше, чем ничего, но это не то, что им обещали или не то, о чем они думали. То есть вот инфраструктуру они тогда построили, сейчас этого не будет. Я периодически сталкиваюсь с людьми или с блогами людей, которые там поехали куда-то подучить, поволонтирить, там, рассказать. Ну, в основном это люди ездят либо практиковаться медицину куда-нибудь в глушь, либо учить английский. Все вот эти страны третьего мира, нифига подобного. Кто-то даже не из далеких знакомых говорил, что, мол, поехала, ну, как бы, один день нет горячей воды, второй день горячей воды нету, через две недели взяла, собралась и уехала. Деньги, кстати, платили неплохие, но за эти деньги нельзя было в дом привезти горячую воду. И это нафиг не нужно было. Человек взял и свалил, и поехал себе домой, как ни в чем не бывало. Поэтому никто при нормальном, как бы, складе ума не будет ехать и прокладывать и строить БАМ. Нет, этого не надо. Русские, россияне, кто там работает, которые за копейки достают все эти ресурсы, продают это все за границу, за те же самые копейки. И что самое смешное, держат все деньги в западных банках. Нафига вас завоевывать? Зачем? Вы все сами продаете, и деньги храните же у нас. 100% работаете на нашу экономику. Что вы тратите? Еду. Ну, кушать всем надо. Это не важно, будет кушать американец, либо будете кушать вы. Вы кушаете намного дешевле, чем среднестатистический американец. Раз так в 20. А, ну и вы будете на свои же деньги покупать западные игрушки. И айфоны, и шмайфоны, и всякое такое. Нафига? Базовая математика. Поэтому вот это вот лягушачье надувание шеи показывает, что у вас есть военная мощь. Ну и что? Этому никого не удивишь. Но противостоять физически Россия никому не может. Ребята, сопоставляйте бюджеты. У Америки военный бюджет в 2,5 раза больше, чем у весь бюджет России. Тут пару баз, а здесь как бы страна. Плюс, как бы, Америка любит под шумок. Если есть, как бы, возможность расширить свои военные силы, она это дело любит. Потому что большинство этих компаний, которые продают это оружие по всему миру, они американские. Они чисто американские. Все деньги остаются в американской экономике. Они ничего не производят, но они производят рабочие места в Америке. Европейское бабло идет на благо Америки. Спасибо России. Молодцы, пацаны. Парад 9 мая, ну, помимо того, что вы, как бы, за это платите, за эту показуху, ну, я уже не говорю, что там армата может заглохнуть или что-то нибудь такое. Это, как бы, этот метод уже отстал. Покажите что-то серьезное. Что-то, что работает. Что-то, что можно продать. Оружие российское никто не хочет покупать. Индия мучилась с российскими сушками. Мучилась, мучилась. Все. Бросают. Иран не хочет иметь дело с Россией. Оружие устарело. Но Россия под шумок, да, как бы, это самое, локомотив-то пошел, что на нас все нападают. Значит, надо будет продолжать вкладывать в армейский бюджет. А как вы можете успеть даже за одной Америкой, за одной, которая вбахивает свой бюджет чуть ли не в 20 раз больше, чем Россия? В 20 раз больше. И сейчас еще как минимум 5 стран хотят присоединиться к блоку НАТО. Да? Не бойтесь. Никто нападать не будет. А даже одну ракету никто не пустит. Она того не стоит. Они дорогие. Вот. Но создавать систему, создавать картину безопасности для Запада, вот, и отгораживать себя от России, они будут. Чем дальше жаба будет сидеть с надутым мешком, вот, тем ее легче увидеть цаплей с неба. Когда она спустится, тут уже не важно. Она... и нету лягушки.